Итак, мы остановились на том, что мы посчитали, какой должен быть ВДП на спинке и какой должен быть ВДП на полочке. Прямо сюда запишем. Я люблю 18 см. Посмотрим сейчас, сколько у нас получится. Итак, мы определили нижний уровень проймы, вот эту точку, она нам понравилась, поэтому пройму мы можем вот так аккуратненько просто изобразить. Вверху получается прямой уголочек вот здесь, что нам очень нравится. Это говорит о том, что наша пройма будет правильная. Вот так и добавляем сразу припуски на швы. Вот здесь пройму оформлять я пока не имею возможности, но зато я могу сделать приталивание. Как мы делаем приталивание? Это из того, что есть, мы отнимаем то, что нам надо. А что у нас сейчас есть по талии? Смотрите, вот тут 1,5 см забрали. 24, сюда положили, у нас есть 52. А нам надо сколько? Талия у нас 41,5 см и мы хотим 1,5 см. Мы хотим 43 см. Так, значит лишних у нас 9 см. Правильно? 9 см. Так как спинка перегибистая, я должна позаботиться, чтобы сзади было побольше. 9 разделим пополам, будет 4,5 см. Бедра не ярко выражены. Нижний тип, верхний тип получается фигурки за счет груди, но не бедер. Поэтому вот эту выточку я должна 4,5 см взять, я возьму 4 талиевую выточку и 2 см отложу по боковому шву в эту сторону, 2 см по боковому шву в эту. И так как самое тонкое место находится выше линии талии, я всегда эти точки приподнимаю еще на 1,5 см. Передняя, ну, боковая выточка у нас 4 см из 9, запомним это. Оформляем боковой шов вот таким образом и сразу рисуем припуск. Большие припуски рисовать не будем, оставим где-то пару сантиметров. Вот так переворачиваем нашу линеечку и рисуем наш боковой шов выше. Вот видите, какая красивая линия получилась. Вот так же красиво должно сидеть, должно украшать нашу фигурку. Наш житетик должен украшать. Еще и выточки будут, да, сейчас. Вот. И вот так. Так, теперь выточку по спинке давайте посмотрим, какая. Из 9 у нас осталось 5. 5. Как же мы их разделим? А ну-ка встаньте еще раз, Наташенька, боком ко мне повернитесь. Значит, ну, ярче выражена задняя выточка. Впереди надо делать маленькую выточку. Впереди маленькую. Значит, 5 я бы так разделила. 2 и 3. 2 вперед, 3 назад. Где сзади нарисуем выточку? Смотрите, так как есть шов, нарисуем ближе к боковому шву. Тогда спинка будет красивая и изящная. То есть не посерединке, не под вот этой выточкой, а смещаю немножечко в сторону бокового шва. Тогда наша фигурка будет казаться стройнее, потому что акценты, сдвинутые, вертикальные, ближе к боковым швам, они сужают. А ближе к центру расположенной они, наоборот, расширяют. Это оптические иллюзии. Так, рисуем здесь это. 3 сантиметра, значит 1,5 сантиметра влево, 1,5 сантиметра вправо, вниз 13-15, но я делаю небольшую вниз выточку, так. И вверх, выше линии груди, сантиметра на 2. На уровень лопаток ориентируемся. Вот здесь у нас живут лопатки, ладошку положили, и к этому уровню вы уже обе выточки ориентируете. И эту, и эту. А сколько они в сантиметрах, это не так уж и важно. Важно, чтобы место расположения ваших выточек, оно отвечало вашему телу. Где у вас ямка, там выточка. Где выпуклась, там вершина выточки. Понятно? И все. То есть анатомию тела мы переносим вот сюда. Дальше, где мне выбрать выточку для передней половинки? Конечно, вот здесь я ее выберу не под грудью, а выберу между проймой и между центром груди. Потому что даже если у нас вот здесь есть животик, в этом месте у нас всегда есть ямка. Поэтому, глядя на фигурку, я обычно делаю вот так. Выбираю место для этой выточки. И опять же, она смещенная в сторону бокового шва относительно центра, будет нашу фигурку делать уши. Включаются оптические иллюзии. Понятно? Она у нас всего 2 сантиметра. Сантиметр сюда, сантиметр сюда. Вершина этой выточки не доходит до линии груди 3 сантиметра. Всегда, просто запомнить. Длина внизу 10-12 сантиметров. И вот посмотрите, как я сделаю акцент. Я его сделаю даже не на талии в этом месте, а сделаю его немножечко выше талии. И верхнюю часть выточки оформлю вот с таким вот прогибом. Видите как? Выборка называется. Потому что у нас обычно под грудью всегда большая ямка достаточно. И видите, как красиво уже рисуется форма нашего изделия. Все. Мы с вами аккуратненько оформили боковые и талиевые выточки. И осталось нам построить только нагрудную выточку, которая будет выходить из бокового шва. И, соответственно, после этого построить пройму. Понятно? Значит, как мы это будем делать? Смотрите, обратите внимание, я вот здесь припусков не рисую. Так как у меня изделие будет без воротника, допустим, да? Я сюда просто не буду прибавлять ничего. Я еще, может быть, на примерке его и углублю побольше. Поэтому я буду вырезать строго вот по этой линии. Не добавляя по горловинке никаких лишних припусков. Если вы сюда будете добавлять большие припуски, у вас шея грозит просто не войти потом. И будет затягивать, и примерка будет неважнецкая, мягко говоря. Вот. С этими разобрались. Остальные припуски у меня, как видите, уже есть. Теперь смотрим на наш рисуночек. Вот у нас точка С. Из точки С боковая выточка идет вот сюда вниз. Поэтому вот у меня точка С. Вот у меня боковой шов. Я в сторону бокового шва, например, хочу ее видеть вот в таком вот положении. Вот в этом месте хочу видеть. Выбрала его. И рисую вот такую линию направления нашей боковой выточки. Нашей накрульной выточки. Затем. Обычно мы раствор выточки откладываем вот здесь. И расстояние у нас от центра груди до этого места, где мы откладываем раствор выточки, равно высоте груди. 28 см. В данном случае мы хотим выточку сделать в другом месте. Поэтому эти 28 см мы откладываем уже в том направлении, которое выбрали сами. Понятно? Вот. Отсюда будем откладывать нашу выточку. Давайте посчитаем ее раствор. Это шега 2 минус шега 1 умножить на 2 плюс 2. Смотрим. Шега 2 22 минус 17 с половиной будет 4 с половиной умножить на 2 будет 9 и прибавить 2 будет 11. Но фигурка у нас перегибистая. Я подозреваю, что выточку захочется сделать больше. Давайте сразу возьмем 12, а потом посмотрим, что у нас получится. Итак, раствор выточки 12. Находим 12. От этой точки сюда откладываем этот раствор. Отложили. Стороны выточки должны быть равны. Измеряем. Откладываем. И соединяем, стало быть, с центром. Дальше. На каком расстоянии от точки С, то есть длина нижней стороны выточки, видите какая? Да? У меня 19 сантиметров. Значит, длина верхней стороны тоже 19. Вот сюда она придет. Правильно, Гарри? Вспоминаем? Киваю. Вот. Но смотрите, что происходит. Вот этот кусочек бокового шва 4,5 сантиметра, он пропал. Если мы стороны выточки сошьем, 4,5 сантиметра уйдет в выточку, и длины бокового шва будет не хватать. Значит, мы по другую сторону должны их выпустить. Поэтому мы переставляем вот сюда и рисуем вот здесь такую дугу. Нарисовали такую дугу. Эта дуга, это не точка, а точка, нам нужна точка. Вот этот верхний уголочек нашего бокового шва или нижний уровень проймы, соответствующий нашей спинке, да, он должен сохраниться на своем месте, относительно центра груди. Поэтому я измеряю расстояние и рисую свою точечку вот сюда. И затем просто их вот так соединяю. И я получила верхний уровень бокового шва или нижнюю точку проймы вот здесь. А вот теперь я буду проверять, что у меня здесь получилось. А у меня всего 16 сантиметров. Вот здесь у меня, ну вот если я тут строго 19,5, а здесь у меня 16. И эти 16, разница почти 4 сантиметра. А я хочу всего лишь 2. Мне не нравится, да? Значит, мне нравится, чтобы моя вытачка была, ну, скажем, пусть она 17 будет вот здесь. Видите как? Вернее, моя ВДП, вертикальный диаметр проймы со стороны передней половинки, вот эта вот точка, если здесь 20. Я здесь хочу, чтобы было 17, допустим, чтобы у меня разница была между ними 3 сантиметра. Это будет лучше сидеть, да? Поэтому, что мне надо сделать? Я спускаюсь вниз, значит, вот эту вытачку, раствор, мне тоже надо убавить на эти же вот, на эту же величину. Уменьшается вытачка. И сделать это элементарно. Вот, значит, я откорректировала вот это расстояние, да? И должна провести вот так свою новенькую сторону вытачки. А это мы зачеркнем. Это же индивидуальный пошив. И мы подстраиваемся под нашу фигурку. Но теперь, чтобы до конца оформить эту вытачку, я вспоминаю, что здесь у меня зона недоступности 2-3 сантиметра. То есть моя вытачка не должна доходить до центра груди. Поэтому я ее укорачиваю вот на это расстояние. И в готовом виде моя вытачка будет выглядеть вот так, нагрудная. А ничего, что мы ее уменьшили? Вот именно. Это диктует у нас наша пройма. Наша выкройка тогда будет хорошей, когда мы нарисуем правильную пройму. Это критерий качества любого изделия. Даже мужского, женского, детского, любого. А вниз нельзя отодвинуть? Можно было отодвинуть, но надо менять раствор. Вот посмотрите, мы сейчас добиваемся, чтобы длина бокового шва... Вот смотрите, какая она здесь, 19. Мне здесь ведь надо 19, чтобы было. Вот так, выше вытачки. Вот они, наши 19 сантиметров. Видите, куда я пришла? Вот это мне нравится. Потому что все должно во время сметочки совпадать. И я добавляю сюда уже вот эти припуски. И вот так вот буду оформлять пройму. Просто положу вот эту свою... Лекало вот это свое и нарисую эту пройму. Что еще здесь можно добавить? Контроль ШГ-1. Вот наша мерочка, ширина груди первая, она у нас равна 17 с половиной. Значит, вот здесь у меня должно быть 17 с половиной. Смотрите, где у меня 17 с половиной. Я чуть-чуть не дошла до этой точки. Но у меня будет примерка, у меня будет уточнение линии пройма. И поэтому меня это вполне устраивает. Зато в верхней части у меня получился прямой уголочек. И в нижний прямой уголочек. И я добавляю, конечно же, припуски. То у нас всегда она либо верхняя, либо боковая. Ну, то есть, в любом случае, она есть. Особенно у такой фигурки, как ваша. Вам очень проблематично посадить будет без выточек вообще изделия. Потому что большой баланс. Давайте еще раз проверим, прежде чем вырезать. Значит, ВДП со стороны спинки. Ну, вот фактически у меня 19 с половиной. Так? ВДП со стороны полочки у меня 17. Разница 2 с половиной сантиметра. Это идеальная разница между точками В1 и В2. А общий вертикальный диаметр. Вот сейчас для рукавчика нам надо будет общий вертикальный диаметр. Смотрите, как я его нахожу. Вот так измерила. Вот так опять измерила. 36 с половиной. И поделила вот это пополам. Что я тут вижу? Я, конечно, не люблю эти миллиметры. 18 я возьму. То есть, для рукавчика я возьму 18. 18 и даже чуть-чуть помимо. Нет, это 18 у нас получилось сейчас. 18 с половинкой. Значит, у нас средний ВДП получился 18 с половинкой. Запомним это. Когда будем строить рукав, мы отнимем 2 сантиметра. Почему? Такой закон. Между вертикальной высотой оката рукава и вертикальным диаметром проймы всегда существует вот такое вот соотношение, что вертикальный диаметр пройма больше, чем высота оката рукава. На 2-3 сантиметра. Это надо запомнить и это надо выдерживать всегда. Тогда наши вточные рукавчики будут входить туда как святые. И проблем с ними никогда не будет. Перерыв. Перерыв. Продолжение следует...